Добрый вечер всем! Мы продолжаем уроки по нашей книге Рота Чува. Мы уже добрались до 11 главы. Сегодня у нас будет один абзац, первый, он немножко длинный. Я хотел бы сказать пару слов предисловия. На сегодня, по-моему, чуть ли не первый раз нам сейчас раб начнет пользоваться каббалистическими терминами в открытых. Я в этом разбираюсь более-менее как свинья в апельсинах, не очень. Но то, что нам важно очень-очень понять, это этажи, которые есть. И нам очень важно не перепутать эти этажи. Потому что мое ощущение, что именно когда путаются эти этажи, то происходят очень серьезные ошибки. Особенно в таких, когда у нас в моральных понятиях очень большое значение имеет порядок. Если этот порядок мы поменяем местами, мы его изменим, у нас вместо исправления будет ущерб. У нас будет профанация вместо духовного продвижения или морального продвижения, как допустим. Помните, мы учили еще, у нас был урок, самый наш первый урок в Иерусалиме, где мы говорили про Чуву 16 глава. Мы до нее еще дойдем. Про то, что человек, он ответственный за свои действия, с одной стороны. С другой стороны, не ответственный. Так вот, в каком порядке брать ответственность и ее с себя снимать, это очень важно. Если это сделать в неправильном порядке, вместо исправления у нас будет, наоборот, поломка, у нас будет ущерб. Здесь тоже самое. Очень-очень-очень важно понимать, на каком этаже каждое понятие. И наоборот, очень часто ошибки приходят из-за того, что кто-то ухватил какое-то понятие вместо того этажа и тащит его в более низкий этаж. И понятие более высокого этажа на более низком этаже, оно выглядит как пятая нога у собаки. Очень плохо выглядит. Да. Поэтому... Профанация, может быть? Профанация, может быть? Профанация, профанация. Что я сказал? Я сказал, плохо выглядит, как пятая нога у собаки, да? Не пришей кобалю в хвост. Профанация, да. Выглядит очень плохо. Да, 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 именно так. Поэтому, даже не очень сильно разбираясь в кобалистических понятиях, нам важно, что есть этаж ниже и есть этаж выше. И... Ну все, давайте тогда перейдем к тексту. Я его прочту, а потом пытаемся начать объяснить. Так. Лазовьте. Шува приходит со стороны бины. На высотах ее злонамеренные поступки превращаются в заслуги, которыми будет жить человек. И хотят, чтобы в любом ее виде образы ослаблять. Почему-то у меня, у всех виден текст, у меня вообще-то что-то видно не то. Не то. Не то. Ты поделил не тем окном. Спасибо. Сейчас сделаем еще раз. Так лучше? Да, так прям точно. Спасибо за замечание. Начнем сначала. Чува приходит со стороны бины. На высотах ее злонамеренные поступки превращаются в заслуги, которыми будет жить человек. И хотя Чува в любом ее виде образе ослабляет желание в первоначальном раскаянии, однако в дальнейшем она превращается в радость и расширение разума, осознавшего превращение преступлений в заслуги. Более того, приходит свет хохмы, который никогда не нуждался в ослаблении и замок раскаяния. И он, приходя, уже находит заслуги, которые светят, как ясный день. Божественная радость открывается в нем, в сияющем вековании, без какого-либо давления, стыда и уныния. Ведь уже очистилось, оберилось все вначале, благодаря открытию бины, которая в душе. Выше этого, явление света всеобъемлющего кета, короны. Тайный взгляд. Где хранится все блаженство и вся нежность, а святость и все благо. Все включено в сокровищницу его святости. Свет вовсе не пользуется подготовкой раскаяния. Начало от света бины. В свете кетера открывается, что нет никакого ущерба и мрака вовсе. Нет ничего, кроме святого света и возвышенной красоты. Сияние жизни и света, возвышающегося над биной, расторгающий. Ибо Господь воин сказал, кто расторгает. И над хохмой, разрешающий. Только все благо изливается беспрепятствием. А всякое злое родство отвергнуто в корне с начала времен. Ибо на самом деле не было, нет и не будет ничего, кроме света Бога и его блага. Вот я не знаю. Давайте я вам расскажу, что я чувствую. Мое ощущение, когда я читаю такой текст, это... Вот чем раньше, тем я больше... Ну, как это... Соотношусь с этим текстом, я его признаю, мне с ним хорошо. Тем дольше, чем дальше, тем больше я слышу Всякие там красивые сливы всяких святош, которые пытаются прилепить что-то неприлепляемое и оправдать что-то неоправдаемое. А у Равкука, когда он строит из этого иерархическую пирамиду, все оказывается зданием, где все соответствует одно другому, красиво. И все стоит на своем месте. Это, по крайней мере, мое ощущение. Если выбить из этого дома фундамент первые два этажа, то разговор на уровне второго или даже третьего этажа, без подготовки, это... Профанация, это не хороший разговор, это плохой. Это небо. Это то место, где есть действительно высшие арахеи, высшие идеалы, но мы начинать обязаны с земли. Это то место, где эти идеалы реализуются. Если мы сразу запрыгиваем на небо, мы не просто отрываемся от земли, мы делаем зло вместо добра. А теперь давайте вернемся к тексту. Значит, еще раз, давайте посмотрим. У нас есть три этажа. Чем мы выше поднимаемся, тем зло, оно оставляет меньший отпечаток на сознании, на человеке, в мире вообще. На первом этаже, там, где есть бина. Бина и хухма, это... и бина, и хухма, и кетер, это хаббалистические понятия, которые переводятся как постижение, мудрость и корона. Понятно, что переводы не очень приблизительные. Но бина и хухма, это свойства разные постижения. Можем постигать с помощью бины, можем постигать с помощью хухмы. Обычно бина больше имеет женский образ. Образ хухма имеет больше. Мужской образ, даат, который здесь не упомянут. Это тоже каббалистический термин. Он бесполый образ. Он принадлежит одновременно в равной мере и женской, и мужской части. И корона, кетер, это самый высокий уровень, который есть. Соответственно, на первом уровне бины нам нужно раскаяние, нам нужно отрицательные ощущения, связанные со злом. На втором уровне, на уровне мудрости, зло, оно уже для того, чтобы продвигаться вперед, нам не нужно спуск, который у нас был в дшуле, сперва вниз, потом вверх. На самом высоком уровне зла нет. Вообще, оно принципиально изначально, с самого начала творения, оно отвергнет. А теперь давайте вернемся в текст. Попробуем это все проследить еще раз потихонечку. И то, что мы сможем понять, разобраться. Шува приходит со стороны бины. На высотах ее зловомеренные поступки превращаются в заслуги, которыми будет жить человек. И хотя тшува в любом ее виде и образе ослабляет желание первоначальным раскаянием. Остановимся здесь. Эту идею мы упоминали не раз. Повторение бать учения не лишним будет повторить. Начальный этап тшувы делает человека в общем слабее. В том числе, его желание ослабляется. И желание, оно как бы одно из самых сильных проявлений я человека. И то, что желание ослабляется, это безусловно плохо. Но в данном случае это то самое горькое и противное лекарство, которое нужно выпить, чтобы избавиться. И как мы уже учили, неправильно и нельзя останавливаться на этом этапе. Шува должна завершиться на более высоких уровнях, когда этот вот спуск обязательный, от него никуда не деться, но все-таки этот спуск, желание ослабляется. Как мы уже учили в предыдущих отрывках, что когда человек борется с каким-то своим дурным желанием, он все свое желание опускает. А потом нам нужно вернуться и поднять, уже очистившись, поднять желание обратно, потому что тшувак. И вообще, как бы, служение Богу не для того, чтобы человек стал более слабым, а для того, чтобы человек стал более сильным и более моральным, чем он был до того. Итак, но, тем не менее, шува, мы начинаем снизу, первым этапом, человек становится слабее. Это плохо, но это нужно. И хотя тшува в любом виде и образе ослабляет желание первоначального раскаяния, то есть раскаяние это, безусловно, положительная вещь, но у него в том числе есть отрицательные последствия. Желание ослабляется. Однако в дальнейшем она превращается в радость и расширение разума. Как мы сказали, спустились, впустились, поднялись. Желание превращается, усиливается, превращается в радость и расширение границ разума, осознавшего превращение преступления в заслуги. Как мы знаем, превращение преступления в заслуги – это самая высшая форма тшувы, то, что называется тшува из любви. Здесь Раф встроенный домик из трех этажей начинает с самой нижней этаж, с высшей формы тшувы, которую мы знаем. Итак, мы сделали тшуву, причем не просто сделали тшуву, мы сделали тшуву в ее высшей форме, которая превращает превращение в заслуги. В предыдущем этапе мы ослабили собственное желание, потому что мы сделали настоящее раскаяние. Теперь у нас есть к этому следующий этаж. Обратите внимание, этажи, они смыкаются. То есть высшая точка низшего этажа – это низшая точка более высокого этажа. И так у нас будет всегда. Так, в конце, да? То есть вначале, мы сказали, в бине у нас был спуск, ослабление желания. Но это закончилось поднятием желания. Это вот поднятие желания, радость, расширение разума. Здесь у нас высшая точка бины смыкается с низшей точкой хохмы. Более того, приходит свет хохмы, который никогда не нуждался в ослаблении замок Роскайни. У бины, как мы сказали, у чувы, как мы ее знаем, есть во всем ее положительном, во всем том положительном, что есть, есть также отрицательное. Есть ослабление, ослабление плохо и замок Роскайни. Но это нужно на том этапе. Когда мы на уровне хохмы, хохма не знает, что такое ослабление и замок Роскайни. И он приходил, уже находит заслуги, которые светит, как ясный день. Откуда взялись эти заслуги? Это те самые прегрешения, которые были и чего превратились в заслуги. И божественная радость открывается в нем, в сияющем ликовании. Как мы сказали, радость и расширение разума, это у нас было еще на уровне бины. На уровне хохмы у нас тоже радость. И божественная радость открывается в нем, в сияющем ликовании, без какого-либо давления, стыда и уныния. Опять-таки, откуда взялся стыд и уныния из прошлого этапа? На уровне бины у нас, безусловно, есть и стыд, и уныние. На уровне второго этажа хохмы этого нет принципиально. Все уже очистилось, отбелилось все в начале, благодаря открытию бины, которая в душе. То есть, уровень хохмы, он уже идет после того, как бина сделал свою работу. И он уже не встречает этого уменьшения, опускания, которое было у бины. Но все заслуги, с которыми он работает, хохма, они превращены в заслуги, прегрешения. То есть, след, тень от прегрешений у нас еще присутствует и на втором этаже тоже. Свет хохмы никогда не нуждался в расслаблении и замок раскаяния. Он, приходя уже, приходя уже, находит заслуги, которые свет, как ясный день. Да, но заслуги, как мы сказали, они не родились сами по себе заслугами. Заслуги, которые превратились в прегрешения. И это уже уровень, где совершенно нет отрицательных, болезненных свойств чувы, которые на уровне бина, на первом этаже. Стыд и уныние – это обязательные этапы того, как человек делает шиву. Но вот на уровне второго этажа, на уровне идей второго этажа, вот это вот лекарство, оно уже не горькое. Но это еще не все. Выше этого – явление света всеобъемлющего кетера. Тайный взгляд. То есть не всем полезно даже знать о том, что такой взгляд есть. Тайный – это не потому, что мы тут в темноте хотим чего-то от кого-то потихонечку сделать. Тайный – это значит, что тому, кто не дорос, это может навредить. Если этот взгляд взять так, какой он есть, и, что называется, принести его в народ, он приведет к моральной деградации вместо морального подъема. Он не просто так тайный. Нужно действительно дорасти в моральном уровне до какого-то до соответствующего этажа, с тем, чтобы тебя только посвятили в то, что такой взгляд на мир, он вообще есть, он возможен. Если ты не дорос, само знание о таком взгляде – оно разрушительно. То есть тайна не просто так, что мы тут это самое любим – тайны, и непосвященных не пускают. Лише этого – явление света всеобъемлющего кетера. Тайный взгляд, где коренится все блаженство и вся нижность, вся святость и все благо. Все включено в сокровищницу его святости. Все, обычно мы говорим, когда у раба все это, включая зло. Но здесь зла нет вообще принципиально. Этот цвет вовсе не пользуется подготовкой раскаяния. Потому что хохма пользуется. Хохма пользуется плодами раскаяния. Раскаяния на уровне бены. И приходит к уровню хохмы, когда уже все вроде бы хорошо. Но что такое хорошо? Подготовка хохма пользуется плодами бены. Кетеру это уже не нужно. Этот цвет вовсе не пользуется подготовкой раскаяния. Начало от света бены. В свете кетера открывается, что нет никакого ущерба и мрака вовсе. Это взгляд, который говорит. И не просто так он тайный. Зла нет. И никогда не было. Принципиально. Все божественное добро. Так вот. Если я возьму сейчас этот взгляд кетера и сброшу его на уровень бены. То есть на уровень земли. На уровень жизни. На нашей с вами. На уровне обыкновенных моральных отношений между людьми. Это будет разрушительный взгляд. Если мы начнем жить в экзальтированном божественном ощущении, что зла нет и не было никогда. Это будет разрушать мир вместо того, чтобы учинить. Это будет разрушать нам душу вместо того, чтобы ее исправлять. Этот взгляд, который вот на небе. Не просто на небе как-то. На седьмом небе. Это взгляд самый высокий. В нем тоже есть своя правда. Как какая-то идея. Он ни в коем случае не приложим так, как он есть в наш мир. Сюда вниз. И вот это вот очень грубая ошибка, которая может быть. Взять взгляд хохмы. Он есть. И он правильный на своем месте. И приложить его как он есть к нашему миру. А тем более взгляд кетера. Есть такое. Есть в иудаизме. И в других местах тоже. Идея то, что зла нет вообще. Эта идея у нас есть тоже. Но обратите внимание. Идея на небе. И она вообще тайная. Не просто так. Этот свет вовсе не пользуется подготовкой раскаяния на начало света бене. В свете кетера открывается, что нет никакого ущерба и мрака вовсе. Нет ничего, кроме святого света и возвышенной красоты. Сияния жизни и света. Возвышающегося над биной. Расторгающего. Бина разделяет. Мальчики налево. Девочки направо. Это хорошо. А это плохо. Да, конечно. Разделять. Между и между. Ибо Господь воинств сказал, кто расторгнет. Господь воинств это уже близко к короне, к этому. И над хохмой разрешающий. Хохма она разрешает. Она уже не разделяет. Она уже объединяет. Но это тоже уровень относительно низкий. Хохма. 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 То есть Шрютид просто даже не переводила. Она ставила это так, как есть. Только все благо изливается беспрепятствами. Всякое злое уродство отвергнуто в корни с начала времен. Принципиально нет ничего плохого. Бог, он совершенный. Творение, которое он создал, оно совершенное. Как же может быть иначе, если совершенный Бог сделал несовершенное творение? Ибо на самом деле не было, нет и не будет ничего, кроме света Бога и его блага. Идея классическая. Нет, нет ничего, кроме Бога одного. Или там может быть никого еще. Мы эту идею тоже обсуждали. Идея хорошая, правильная, верная. Равилл сравнивает с другой идеей, что я есть и я маленький далеко от Бога. И что Рав нам говорит, мы это учили вместе. Правильно. Идея о том, что нет, нет ничего, кроме Бога одного, это идея более правильная. Более верная. Ну что? Жить в этой идее невозможно. Поэтому давайте-ка, ребята, оставим эту идею на время молитвы. А жить будем с идеей о том, что я есть. Я автономный. У меня есть свобода выбора и я решаю сам и отвечаю сам за свои поступки. Так мы исправим мир и действительно, реально приблизимся с Богом. Единственное, что нужно понимать, что эта идея не окончательно правильная. Что это не последнее слово то, что называется. Но это идея, с которой я могу жить. То же самое здесь. Идея о том, что нет ничего, кроме Бога, нет ничего, кроме божественного добра. Это идея, она верная. И без этой идеи тоже нельзя совсем никак. Но эта идея не для практического применения здесь и сейчас. Совсем нет. Это корона. Это кетер. Это высоко-высоко. А что там применение? Мы здесь занимаемся конкретными делами. Вот это добро. Вот это вот зло. С этим мы воюем и боремся. Как это? Агрессивно боремся. С этим мы пытаемся увеличить. Это уменьшить и так далее. Но нужно понимать, что есть более охватывающий взгляд. Охма. Есть еще более высокий взгляд, который не приемлет вообще никакого зла принципиально. Это именно взгляд. Кетер высший. Опять-таки, да, в кабале я профан полный. Но то, что для меня лично, по крайней мере, важно, это вот отсюда понимание, что, ребята, давайте не будем делать из всего соленого. Не будем все перемешивать. Есть разные этажи. И главное нам каждую идею, вместо того, чтобы с ней воевать и говорить, это неправильно. Потому что идеи, они здесь все, несмотря на то, что они все противоречат друг другу очень сильно. Мы эти противоречия разрешим не тем, что мы их разрешим, а тем, что мы их расселим по разным этажам. Давайте я здесь остановлюсь и передам вам слово. Поэтому на сегодня у нас только один абзац. Потому что, во-первых, он немножко длинный. Во-вторых, тут сплошная кабала. Мы так не привыкли. И, в-третьих, он не до конца. То есть он сложненький немножко. И если вы мне скажете, что я не раскрыл тему хохмы, если я не раскрыл тему кетера, то я с вами соглашусь. Вот. Но если я раскрыл хотя бы то, что есть идеи на разных этажах и их ни в коем случае нельзя перемешивать, то я буду доволен. Да, пожалуйста. Ну, все переваривают? Никто ничего не хочет сказать? Татана, честно говоря, вы так понятно все объяснили. Я сначала посмотрела на тех с глазами, пробежала, честно говоря, у меня глаза на лоб полезли. Ширелище говорит, я там перевод не меняла, как есть уж извините. Я думаю, ого, какой трудный. А вы так здорово все объяснили, спасибо. Ну, все, я уже тут до самого гордился. Ну, большое спасибо. Комплименты, конечно, приятные. Громче немножко. На уровне хухмы это переход наперед. На уровне хухмы зла уже нету, но уже нету. Это высшее после вины зла уже нету, но тень, а после зла еще есть. Да, но вопрос можно? По полминутку был другой вопрос, я к нему отвечаю. Вопрос был, в чем разница между кетером и хухмой? В кетере мы сказали, понятно, зла нет. У бены зло есть. А что с хухмой? Хухмой объяснил, зла уже нет, но тень от зла еще есть, потому что хухма работает со злом, которое превращено в добро. То есть, что здесь было? В кетере зла не было. Так, вопрос, Кирилл, вы хотели задать? Да, но, может быть, он не совсем по теме. Вот меня интересует такой вопрос, а наказание за грех вообще есть? Я понимаю, что это, может быть, не совсем к этому относится. То есть, если зла нет, наказание, вот, соответственно, тоже есть. На уровне четверо, конечно, нет наказания. А на уровне бены еще как есть. Мы же хотели делить все по этаже. Да, я понял, понял, я понял. Спасибо. Ну, кто-то еще? Пожалуйста. Я хотела попробовать, я не знаю, как это объяснить. Но мне кажется, что если Раву употребил в какой-то веке кавалитические термины, то ему хотелось как-то, чтобы мы восприняли их значение в данном контексте. Это действительно не так просто. То есть, то, что кетер вообще непостижимая вещь, бесконечное божественное добро, это как бы не так уж много есть чего добавить, потому что это то, что вы сказали, да? А я просто размышляю вслух, потому что их охма, и бена – это все какие-то вещи, относящиеся к области разума, к области осознавания всяких процессов, да? Из тех человеческих свойств дальше уже идут более такие свойства, как милость, милосердие, мужество, ну, не важно, которые более практические, может быть, это неправильное слово. А это все как бы в теории, это все в голове. Хохма – это то, что я осознаю там какой-то принцип или какую-то идею. Возможно, в Хохме уже нету этого процесса раскаяния, расстройства из моих плохих дел, поскольку в нем есть также в Хохме общая идея того, что, вообще говоря, он близко к кетеру, да? Что, вообще говоря, все, что исходит от Всевышнего, все, в принципе, должно быть к благу. Поэтому у зла, у него есть какая-то функция в мире, зло для него существует, но он понимает, что это зло – это некоторая сила, которая работает в мире, у него есть функция, она способна превратиться в добро в какой-то момент, работать на добро, скажем так. А вот уже бина, ей приходится это все сортировать, на нее падает это, как бы, различие. Ну, и известно, да, там, скажем, когда говорят о разбивании сосудов, да? Все несогласование, все происходит в бине, да, да. Сосуды разбиваются в бине, потому что происходит несогласование между вот этой божественной, и даже хохма готова этот свет, она переварить эту идею вообще. А бина уже с этим не справляется, потому что наш мир, в котором все так сложно и неоднозначное, и ошибки, и злономерения, и я думала бы, я хотел как лучше, а вышло как всегда, все, она вот концентрируется здесь. Да, я хотел бы развить немножко, или добавить вашу идею, что вот, как бы, на уровне, как бы, людей есть, действительно, принципиальная идея о том, что, допустим, прогресс, мир прогрессирует, что это значит? Мир идет и улучшает. А есть, допустим, идея, эта идея, видимо, она принадлежит к миру хохма. Мир становится лучше, а потом еще лучше. А есть идея о том, что мы не можем согласиться с какой-то несправедливостью, со злом. Это уже мы с ним воюем. И это идея на уровне вины теперь. В нашем обществе эти идеи обычно, они не уживаются, как бы, вместе, в одной голове, там, им сложно. Действительно, чтобы, и, видимо, есть люди, которые больше относятся к мини, есть люди, которые больше относятся к хохме. И эти идеи, вот, чтобы они жили действительно, их нужно иерархически так построить, когда Кетер, он действительно тайный, потому что, с одной стороны, без этой идеи мы все погибли. Без идеи о том, что, как бы, Бог творит мир, этот мир должен быть, по крайней мере, теперь. Кетер, это же не реализация, это потенциал, да? То есть этот мир, он потенциально не имеет принципиально вообще зла никак. А реально мы в этом мире видим его полным злом. И вот мы отсюда идем туда. То есть Кетер ни в коем случае нельзя сказать, что это то, что мы видим на сегодня. То, что мы видим на сегодня, но это, скажем так, это цель, это, да, то есть, обратите внимание тоже, да, что цель, допустим, это более высокая моральная категория, чем то, чем мы занимаемся в реализации. То есть это цель, это может быть потенциал, и сейчас я тут процессирую Рамхара, допустим, есть два школьника, которые на как-то сделали, каждый раз был по окну в школе, да? С точки зрения нижнего уровня, с точки зрения бина, им полагается одинаковое отрывание головы. А с точки зрения, у кого-то немножко более высокого уровня, не знаю там, допустим, хохма или нет, мы можем сказать, вот ты тебя выгоняем из школы, а вот ты, тебе мы поставим на вид, не знаю, там, поругаем и штрафуем, тебя мы в школе оставим. А вот будет вопрос, а почему? А потому что у тебя есть потенциал, а у тебя нет потенциала. Мы тебе сегодня даем в кредит из твоего завтрашнего того, что заработаешь. С точки зрения сегодня, это справедливость нарушена, а с точки зрения вневременного взгляда, когда я беру внутрь расчетов и завтра тоже, справедливость не нарушена. Это такой, ну вот, пусть это будет пример. Но в конце концов Всевышний умудряется сделать так, что в конце концов и несправедливость не нарушена, в конце концов и мгновенный взгляд получает свое, и, конечно, вневременный взгляд, безусловно, тоже продвигается. То есть, в конце концов, все получают как-то, все получают как бы, все расходятся удовлетворенными. Вот так вот. Или даже если временно кто-то уходит обиженный, в конце концов, все расходятся удовлетворенными. И даже мимолетний, сиюминутный взгляд тоже, да, то есть вот если мы умные, все мудрые, нам уже по 120 лет, мы уже смотрим не только чего там нашкодил школьник, а мы смотрим, а какого человека мы из него хотим вырастить, что у нас будет, какие у него будут внуки. Мы смотрим на гораздо более расширенный взгляд. Конечно, второй взгляд, он более важный. Но, с другой стороны, мы не можем пустить на самотек, сейчас дать, даже намекнуть на то, что сейчас, оказывается, некоторым можно бить стекла просто в школе, да. То есть, сам равновесен, очень, очень нежный. Но все вышли справляются с этим. Пожалуйста, еще кто-то что-то хочет спросить, добавить? Ну, хорошо. Что, совсем нет? Никто больше ничего не хочет сказать? Ну, ладно. Тема у нас была немножко тяжелая сегодня. Давайте оставим ее переваривать. Может быть, в чате у кого какие-то появятся примеры уровня хохмы, уровня бины, уровня кетера. Ну, кетер, может быть, оставим в покое, да, он все-таки немножко высокий. Но вот к кетерам, может быть, возьмем тут примеры, потому что я не успел придумать. Я могу маленький скромный пример прям свежий привести. Совершенно прям свежий. Вот сегодня 1 сентября, да. Мой ребенок единственный из всех там закапризничал, не захотел идти в сад. Вот капризничает, забирайте и все. Да, с одной стороны, значит, мы расстроены, да. Можно дальше этим угнуряться, ой-ой-ой. А с другой стороны, это хорошо, что воспитатели сразу его узнают, какой он есть и на какие выступления он способен. Они сразу будут знать, как его корректировать. То есть можно с положительной стороны взглянуть на вопрос, а можно видеть только отрицательное. Я считаю, когда мы начинаем смотреть в положительную сторону, мы приближаемся от Бины к Хакме. Это вот, ну, скромненький такой бытовой, маленький такой примерчик. Большое спасибо. Отлично. Ну, хорошо. Будем на этом прощаться. Мне, как всегда, было очень приятно. Большое спасибо всем вновь присоединившимся или старым друзьям тоже. Хорошо. Добрый вечер и до свидания. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok